Сегодня о нашем, о женском. Жизнь современной женщины насыщена как яркими событиями, так и ежедневной рутиной. Ей нужно зарабатывать деньги, воспитывать детей, содержать дом, то есть стирать, убираться и, конечно, готовить. В результате ее мысли под конец рабочего дня часто заняты одним лишь – как победить усталость. Ведь дома ждут голодные домочадцы, и нужно, не думая о ноющей спине и раскалывающейся голове, вставать к плите. И встаем, и все, что требуется от нас, делаем. Для кого-то приготовить ужин – это обязанность, которая старательно выполняется, а кто-то готовит с большим желанием и даже удовольствием. В любом случае, мы, женщины, многие часы проводим на кухне. Предложим рассказовским хозяйкам ненадолго отвлечься от своих кастрюлек и пройти тест – кто вы на кухне. Предположим, что наша среднестатистическая рассказовская женщина чувствует себя на своей кухне комфортно. Ее окружают множество бытовых приборов-помощников. А на какой бытовой кухонный прибор мы сами со временем становимся похожи? Давайте узнаем. Когда появляется свободная минутка, вы с удовольствием проведете эту минутку с семьей. Используете ее, чтобы проверить свои ресурсы, как финансовые, так и одежно-косметические. Обзваниваете друзей и организовываете совместную встречу. Отправляетесь в салон, чтобы побаловать себя какими-нибудь процедурами. Что делаете, когда у вас время свободное появляется? С удовольствием проведу эту минутку с семьей. Побольше вам таких минуток. Ваши домашние трапезы всегда продуманы и тщательно приготовлены. Обычно бывают повтором вчерашнего пиршества. Очень часто базируются на полуфабрикатах. Базируются на вкусах и предпочтениях всех членов семьи. Базируются на вкусах и предпочтениях всех членов семьи. Все учитывается. Да, да. Все учитывается. А не хлопотно это? Для своих нет. С удовольствием, да? Как вам кажется, вам повезло жить там, где вы живете? Да, и я к этому приложила немало усилий. Не задумываюсь об этом, что есть, то есть. Нет, мне бы хотелось иметь возможность менять окружающее меня пространство. Есть и плюсы, и минусы, но менять что-то пока не планирую. Я довольна. На следующий вопрос теста отвечали посетители нашей странички в интернете. Что такое одиночество? В принципе, все предложенные варианты ответов подходили под это понятие. Но все же, что такое одиночество, по мнению большинства людей. Для кого-то информационная тишина – это уже одиночество. Кто-то называет одиночеством время, проведенное наедине с собой. Невозможность выразить свою любовь и заботу – и это одиночество. Но большинство ответивших остановились на том, что одиночество – это отсутствие рядом родных людей. Это подтверждают и авторы других ответов. Одиночество – это отсутствие рядом любимого человека, отсутствие рядом родителей и лучших подруг. Возьмем для теста самый популярный ответ и продолжим опрос на улице. Люди, которые вас окружают, делают вашу жизнь комфортнее, осмысленнее, ярче, приятнее. Приятнее, конечно. А для чего нужны мужчины? Для отношений, в качестве надежного плеча, понятия не имею, просто положено, чтобы мужчина был. Сложный вопрос. Для чего нам нужны мужчины? Не знаете? Знаете. Для кого-то по-разному. Ну, вы-то что-то выбрали. В качестве надежного плеча. В какой магазин домашних товаров вы с удовольствием заглянете? Кухонная утварь, все для строительства и ремонта, новинки бытовой техники, постельные принадлежности. Постельные принадлежности. Вас больше привлекают. Да. Любите. Да. И последний вопрос. Комплимент в свой адрес. Вы принимаете со смущением? Принимаете с благодарностью? Считаете обязательным? Обязательно хотите услышать? Я озвучу, какой вариант выбрали? Принимаю с благодарностью. Напомню, что мы выясняли, кто мы на кухне. И вот какой результат выдал нам наш совместный женский коллективный разум. Ближе всего из кухонных приборов нам оказалась духовка. Духовка – это отличный способ приготовить что-то вкусное и ароматное. Именно духовка может создать в доме атмосферу уюта, распространив по комнатам аромат свежей выпечки или запеченного мяса. Так и вы способны создать вокруг себя ауру комфорта и тепла, к которой тянутся все ваши друзья и близкие. Но как и духовка медленно разогревается до нужной температуры, так и ваше доверие и заботу завоевать непросто. Зато потом вы с удовольствием балуете тех, кто вам не безразличен. Кто хочет стать, нет, не миллионером, а пока только начальником. Так вот, всех, кто хочет или не хочет занимать руководящие должности, приглашаем проголосовать в очередном опросе на нашем сайте в интернете. Также вы можете оставить свое личное мнение в других ответах, что всегда приветствуется. Желаем всем удачи и до встречи!